Острые кишечные инфекции Острые кишечные инфекции, особенно с диарейным синдромом, занимают второе-третье место после острых респираторных заболеваний, имеется в виду в структуре инфекционной заболеваемости. Среди проблем, которые имеются в отношении этих заболеваний, это осложнение, это обезвоживание и крайней степенью обезвоживания является дегидратационный шок. И с этим терапия острых кишечных инфекций вообще, обезвоживание в частности является весьма актуальным. Но для того, чтобы проводить регидратацию организма, необходимо отметить, что чаще всего дегидратация развивается при секреторной диарее и при осматической диарее. Поэтому на первом месте в терапии осложненный форм является регидратационное мероприятие. Для этого нужно определить вес больного и определить степень обезвоживания. Как известно, что вообще обезвоживание делится, различают четыре степени. Первая степень, согласно классификации Валентина Ивановича Покровского, здесь нашими дополнениями. Это первая степень до 3% массы тела, вторая до 4-6% массы тела, третья 7-9% и четвертая 10% и более. Различают оральную регидратацию и парентеральную методы, и парентеральный метод регидратации, метод инфузионной терапии. Если первая степень дегидратации и вторая степень дегидратации, коррекция потери жидкости достигается оральным методом, то третья и четвертая – это мероприятия реанимационного характера, и таким больным проводится оказание помощи в палате интенсивной терапии или отделении реанимации. При оральной регидратации задача – это восполнение потери жидкостей, а также электролитов. Простите. Ну, есть специальные формулы, при помощи которых определяется объем жидкости, которые необходимо принять больному для того, чтобы выйти из этого состояния. И надо отметить, что оральная регидратация при ОКИ продолжается и в последующем при обезвоживании третьей и четвертой степени. И на курс лечения больным с целью проведения оральных регидратационных мероприятий, это, так сказать, требуется 4 литра раствора, может и больше, при средне-тяжелом течении болезни, то есть дегидратации второй степени, на курс лечения 10 литров и более. Но надо уточнить, что водно-солевая терапия при проведении регидрационных мероприятий, она проводится в два этапа. Первичная регидратация – это восполнение потерянной жидкости с периода заболевания до периода оказания помощи. А второй этап – это коррекция потерь жидкости, которая произошла в период оказания помощи, то есть на первом этапе, который составляет 2, 4 или 6 часов. С целью проведения оральной регидратации имеются у нас официальные в Украине препараты, препараты регидронного ряда. Это регидрон, регидрон оптим и регидрон био. Это порошковые препараты примерно однотипного состава и с различным содержанием составных частей, которые здесь представлены. Это при разведении получаются растворы, гипоосмолярные растворы. И существуют, так сказать, оптимальные, различают оптимальные свойства и оптимальная эффективность этих препаратов. То есть осмолярность их отвечает стандартам ВОЗ и, так сказать, подведомственными организациями. И при помощи этих растворов происходит быстро, эффективное выставление, в первую очередь, водно-электролитного баланса с регрессией клинических симптомов и выздоровления больных без каких-либо осложнений. И здесь я не буду говорить о приготовлении раствора, о фармакологическом действии. И показания они и так известны из-за экономии времени. И я этот, так сказать, слайд комментировать не буду. Дозировка, она с целью проведения регидратации. Она, так сказать, направлена на купирование процесса. Это примерно, так сказать, регидрон био, как последний препарат, препарат особого действия, о котором я скажу. Это 4-5 доз. В некоторых случаях, так сказать, эти дозы могут быть увеличены. Беременность не является противопоказанием до проведения терапии. И препарат может назначаться, препарат из первых дней жизни. Так вот, регидрон био сочетает в себе электролиты натрий-калий с глюкозой. Это пробиотик лактобактерий LGG. И пробиотики кукурузный мальтодестерин, который потенцирует действие пробиотика. И этот препарат, регидрон био, является синбиотиком. Вот здесь вес пациентов представлен, который определяет общую потребность в жидкости для проведения мероприятий в сутки. Ну, я уже говорил, сколько необходимо в сутки жидкостей для регидратации. Здесь конкретно для каждого пациента с той различной весовой категорией. Таким образом, препарат регидрон био – это препарат двойного действия, предназначенный для оральной регидратации, а также предназначен для восстановления баланса микрофлоры кишечника. Кроме того, в последнее время появился новый препарат – препарат Рео. То есть это вода для специальных медицинских целей. И уже готовый, приготовленный раствор в условиях предприятия. И этот препарат является альтернативным, традиционным препаратом, порошковым препаратом для экстремального приготовления. Я думаю, что будущее покажет, хотя препарат уже апробирован, прошел апробации, он тоже будет отнесен к препаратам, которые будут применяться широко для проведения оральной регидратационной терапии. Вот состав этого препарата, который в некоторой степени отличается от предыдущих препаратов, потому что здесь, видите, есть сорбитол и другие составные части, которые отсутствуют в препаратах регидрона. Инфузионная регидратация, как я уже сказал, это возводится в рамках регидрона реанимационных мероприятий, проводится при обезвоживании третьей-четвертой степени, когда энтеральная терапия, она не принесла успеха. Когда заболевание осложняется, несмотря на проведение регидрационных пероральных мероприятий, осложняется анурия, продолжается неукротимая рвота, ну и в течение 24 часов безвуспешных мероприятий, вот тогда проводится инфузионная регидратация. Здесь тоже, так сказать, она поэтапная. Здесь, в отличие от оральной, проводится она в три этапа. Это первичная, это восстановление потерянной жидкости. Вторая, это компенсаторная коррекция водно-электролитного обмена, которая приводится вплоть до появления оформленного стула, и реабилитационный этап, при котором продолжается купирование клеточной задолженности по электролитам, в первую очередь калия. Вот эти растворы, это раствор Хартмана, рингелоктатный, десоль, хлосоль, ацесоль и тресоль, который рекомендуется в Украине. Вот, и при холерных мероприятиях, а также при холероподобных заболеваниях, здесь скорость введения струйная, скорость 120-120 мл в минуту, вот, подогретый раствор и общий объем инфузии составляет 7-10% массы тела за 2-3-4 часа, минимально за 2 часа, вот, и хотя такие мероприятия реанимационные могут продолжаться в течение нескольких суток. При ОКИ, не холерной этиологии, при 2-й и 4-й степени, и дело в том, что внутривенная реагидратация, она в части больных проводится и при 2-й степени, а вот, здесь скорость введения 70-90 мл в минуту в объеме 60-120 мл на килограмм массы тела, при средней степени меньше, меньше, меньше объем, и здесь совершаются нередко ошибки, когда объем жидкости, он вводится меньше рекомендуемой скорости и объема, поэтому здесь возможны нарушения гомеостаза, вот, это острая почечная недостаточность, тромбоз мезентериальных сосудов и, возможно, другие осложнения. Следующий этап – это завершение первого этапа регидрационной терапии, вот, когда имеются соответствующие клинические и лабораторные, лабораторные, в частности, это нормализация АЦК, ЦВД и восстановление значений относительной плотности плазмы. Извините. Критерии прекращения внутривенной инфузии вообще, когда появляется стул калового характера, когда отчетливо стабилизируется гемодинамика, но в отдельных случаях, или, я бы сказал, в ряде случаев, внутривенная регидрационная терапия полного успеха не достигает. Это могут быть сами разнообразные причины. Это микс инфекция. Это, так сказать, исчерпание количества необходимого раствора в пределах 7-10% случаев, когда больше выливать нельзя, когда возникает осложнение, когда возможны отеки. И когда у больных развивается, и гемодинамические нарушения могут развиваться, глубокая гиповолемия, глубокая гиповолемия, естественно, что здесь нужно выходить из положения, и применяются многоатомные спирты и растворы гидроксиэтилкрахмала. Предпочтение отдается на этом этапе многоатомным спиртам, и, в частности, это ксилат. Предыдущий докладчик состав этого препарата она озвучила, и вы видите его на слайде. И препарат обладает также противовоспалительным действием, а при остром кишечном инфекции воспалительные явления имеются всегда. И критерии применения являются сохранение гемодинамических нарушений. Вот, и я уже сказал, когда они развелись, при использовании всего лимита растворов в пределах 7-10% массы тела, и, естественно, что мы ожидаем эффекта от этого препарата. И на этом введение многоатомных спиртов является полезным, и гиполемический синдром онкупируется, но возможны случаи, когда и эти препараты не приносят успеха, тогда приходится назначать препараты гидроксиэтилкрахмала, в частности, препараты гекодеза. И он является препаратом выбора при глубокой гиполемии, которая сохраняется и при назначении аммагиаторных спиртов. И позвольте мне сделать вывод, что оказание помощи больным ОКИ с осложнениями – это процесс довольно быстрый, поэтапный, с целью оказания помощи больным с дегидротационным синдромом, переходящий в шоковые состояния. Спасибо за внимание.